К новостям спорта. В Лиде в эти дни проходит районный турнир по мини-футболу среди команд силовых структур. Баталии развернулись на крытом манеже стадиона «Старт». В календаре спортивных мероприятий района это новый турнир. Организаторы посвятили его предстоящему Дню Победы. Перед стартом соревнований напутствовал игроков заместитель председателя Лидского райисполкома Геннадий Владыка. Также в торжественной церемонии открытия турнира приняли участие руководство и представители силовых структур и правоохранительного блока, чьи команды вступили в борьбу за почетный трофей. Турнир по мини-футболу мы планируем сделать его постоянным, ежегодным. Мы рады, что все наши силовые структуры готовы поучаствовать в этом виде спорта. У нас их сегодня 8 команд, пускай это будет пока 8, потом будет больше. Сегодня присутствуют все наши представители и самое главное, что пускай на этом поле мы будем сражаться, пускай на этом поле мы будем выяснять какие-то спортивные отношения, что позволит сплотить дух каждой команды, что позволит объединить наших представителей силовых структур на защиту нашей, конечно же, Родины. И это самое главное. Кстати, сами представители силовых структур вышли с инициативой, мы ее поддержали, и мы очень рады и довольны, что есть такие у нас уважаемые товарищи офицеры, сержанты и прапорщики, которые готовы поучаствовать в этом виде спорта и, конечно же, готовы поддержать и поставить за свою команду, за свое ведомство и привести кубок, поставить зал своей славы. Участие в соревнованиях принимают 8 команд. В группе А играют сборная лицких спасателей, милиционеров, военнослужащих 116-й штурмовой авиабазы и инкассаторов. В группе Б между собой соревнуются команды отдела департамента охраны, судебных экспертов, следователей и погранотряда. Все игроки из числа любителей на площадке проявляли выдержку, стойкость и волю к победе. В ходе матчей поддерживали игроков и их коллеги. Депутировали мы впервые. Организация Беллинг Каст Групп. С коллегами у нас отношение хорошее, довольно спортивное. Помимо таких официальных мероприятий проводятся какие-то любительские походы, знаете, поиграть в футбол, баскетбол, теннис. Для инкассатора важно быть в форме не только для того, чтобы смочь выполнить свои основные обязанности должностные по защите материальных ценностей, а также для того, чтобы суметь перетащить эти самые материальные ценности, потому что иногда довольно тяжелые бывают. В нашей организации в отдельном здании созданы все условия как для работы, так и для отдыха, а также и для занятия и поддержания физической активности. Финальные поединки пройдут 12 апреля, где определится победитель районного турнира по мини-футболу среди команд силовых структур. Также назовут имена лучшего вратаря, лучшего игрока и лучшего бомбардира. Физическая составляющая – это неотъемлемая часть следователя как сотрудника, поэтому еженедельно я вместе со своими коллегами принимаем, как говорится, различные участия в тренировках. Два раза в неделю как минимум мы стараемся ходить на спортивную площадку. Кто-то из моих коллег посещает бассейн, кто-то тренажерный зал дополнительно. Для нас данный турнир по-своему интересен. Я и некоторые мои коллеги принимаем ежегодное участие в чемпионате Следственного комитета по мини-футболу. Выступаем за наше управление, за команду управления Следственного комитета по Грунинской области. Поэтому как для меня, так и для некоторых из моих коллег это постоянная практика участия в подобного рода турнирах.